Замечательный день, если, конечно, вы с утра поблагодарили Бога за новый день в жизни, потому что это действительно подарок невероятной ценности. Ведь этого дня для многих людей может и не быть, а может это быть и последний день в их жизни. А мы еще живы. И говорим о Боге, именно о той сущности, которая определяет жить нам дальше и как жить. А сегодня еще и о том поговорим, как воспитывать детей. Ну вот и так я, во-первых, рад встрече, во-вторых, надеюсь, что вы поблагодарили Бога за новый день в жизни. И поверьте, что каждый день – это новый день, особенно во время военных действий. Ну а с годами это величайший праздник, потому что можно ведь и не дожить до моих почти 73 лет жизни. Мои последние рассуждения о Творце вызвали у вас огромный интерес, а потому я нашел в своем очень плотном графике время поговорить с вами об этой теме и дальше. Да, так хорошо, когда люди любят Творца. Но я продолжу эту тему несколько с другой стороны. Сегодня мы порассуждаем о воспитании детей. Я увидел в интернете, что эта тема вызывает у вас огромный интерес. Ну а кто может лучше рассказать об этом, чем тот, кто прожил жизнь, воспитал троих детей и девять внуков? Ну не совсем может воспитал, но почти. Например, вы хотите видеть свое чадо кем-то необычным. Ну и при чем здесь Бог? И какие у вас возможности, чтобы добиться желаемого? Для этого я выслушал много лекций очень умных людей, профессоров и просто популярных психологов. Почитал литературу, в общем готовился, чтобы вам было интересно. Ну и кроме того, у меня философское образование. Все-таки я по международным правилам доктор права, а это философская наука. Ну и опыт огромный. 73 года, и такое я видел в жизни. Ой-ой, не всем это удается. Хотя, конечно, наверное, у многих из вас еще больше опыта, и мне будет очень интересно узнать, как вы рассуждаете на эту тему. И, конечно, я жду лайков и вопросов, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую мою лекцию. И даю вам слово, что мне дается каждое из моих выступлений очень тяжело. Я готовлюсь. Все непросто. Если бы я знал то, что я знаю сегодня, даже не пять и не десять лет назад, мое мнение было бы совсем другим. Нужно было время, чтобы задуматься, побыть в одиночестве с Творцом. А я совершенно один. И у меня есть время с ним разговаривать. К чему я вас и призываю. Нужно было время, чтобы задуматься. Молиться, молиться, молиться. И искать истину. И просить у Бога мудрости. Хотя не факт, что я ее нашел. И мы на эту тему подискутируем. Ведь только очень недалекие люди воспринимают свое мнение как истину. Последние инстанции. Я не из тех людей. А потому мне будет интересно ваше мнение. И наоборот, ваше мнение мне очень и очень интересно, если тема вас зацепит. Поделитесь ею в комментариях, сделайте репосты, подпишитесь. Это для меня огромный стимул. Я не могу говорить о самом важном в жизни. Все, что я прожил. Ну и что важнее вашего ребенка? Я уже своих воспитал. Ничего в мире нет важнее. Мне было очень познавательно увидеть в отзывах на лекции разных лекторов по этой теме, что люди очень активно реагируют на те выступления, в которых лекторы утверждают о том, что воспитание играет... Воспитание играет самую важную роль в том, кто вырастет из вашего любимого существа. Они привлекают наибольшее внимание, миллионы просмотров. Тут много очень рассказывает о том, как надо воспитывать ребенка, какие разговоры, с какого возраста с ним вести с детства и позже, в какие игры играть, как проводить с ним свободное время, говорить на разные, в том числе и интимные темы, каким спортом увлечь дитя, когда начинать говорить с ним о бою или его отсутствии, если вы атеист. Нет проблем. Главное, чтобы в вашей душе жили заповеди. Вот откройте для себя чудо, как я открыл для себя его лет десять назад, когда узнал о заповедях Господних. Я нашел их в своей душе. Нет сомнений. Не убивай, не кради. Все это у вас есть. Вы, а других слушателей у меня нет, явно не воры, вот, и явно не убийцы. Потому что убить или изнасиловать человека, может, только ненормальный. Это невозможно для нормального человека. Ну вот, и учить, как уважать старших, родителей. Господи, да какие только темы не поднимаются. И все они бездонны, бесконечны. И многое говорится очень правильного. И все же я хочу говорить с вами на тему, которая вам не очень, я это вижу по отзывам у тех, кто наседает на воспитании, нравится. В выступлениях этих авторов с научной точки зрения ну, вроде как правильно. Воспитывая правильно, получишь правильного человека. А какой он правильный? Для Ленина правильные, и для Сталина были все одинаковые. Особенно он выделял почему-то рабочих. Вот рабочие, они должны сделать коммунизм. Почему рабочие? Хреном знает. Ну, он, в отличие от меня, не выступал перед вами в социальных сетях. Тогда их не было. Но все, что он говорил, воспринималось как закон. И все же я сторонник научной точки зрения. Что поведение человека в обществе детерминированно. А что это значит? А это значит, что воспитанию... Ну, давайте так. Лично я отвожу процентов 20 из того, что получится потом с вашим ребенком. А остальное – это гены. Причем, чьи гены? Ваши? Или вашей жены? Или тех, кто был до вас, может быть, даже тысячу лет назад. Да. Я так думаю. Я уверен в том, что у вас будет именно тот ребенок, который предвосхищен всеми вашими поколениями. А потому в тех самых заповедях, где сетях говорят, Бог говорит Моисею на горе Синае почитай своих родителей. Если у Бога подойти к этому, ну, почитай это, обнимай, там, целуй, уважай. Нет. Ты должен знать их полностью. В советские времена и сейчас вам добраться до тех, кто был до вас, невозможно. Дело в том, что когда делились страны на страны, да, то Москва забрала к себе все архивы и мало кто из вас знает о своих предках. Того, что вы должны знать, чтобы точно быть уверенными в том, кто у вас получится, когда вашему ребенку, я говорю о мальчиках, исполнится 18-21 год, когда он осознает мир, а может и не осознать. Бывает так, что если до этого возраста молодой человек, мужчина, я сейчас скажу, почему именно о них я говорю, не осознает, кто он, он никто. он будет всю жизнь плыть по течению, он может быть очень хорошим сыном и добрым, и дома проводить время, любить, но он не выполнит свою миссию для Творца, а Творец создал каждого человека с определенной миссией, он должен самореализоваться, потому что Бог это Дух, и как говорили самые много еще тысячелетий назад, а потом и позже, самые великие философы, Бог собирает в себе все то, что мы создаем, и становится с каждым днем все более великим по мере развития технологии, искусства и всего на свете. это он, в нем собирается все. Об этом свидетельствуют последние данные о том, что мысль человека материальна. Все, что мы делаем и говорим, все, что мы делаем, все это отходит к нему одному. И он совершенен только в определенный период, потому что дальше он совершенствуется еще больше. И вот последнее открытие Эйнштейна о том, что Вселенная бесконечна, и это сегодня известно любому, даже тому, кто сидит на горшке. Но тем не менее, ни один человек не может себе представить, как это может такое быть бесконечно. Мы привыкли, что есть конец у нашей руки, у ноги, у любого предмета, который мы возьмем в руки, она бесконечна. А управляет ей кто? А управляет ей Бог. тогда какой он? Ну, явно не тот, кого рисовали в советские времена, с бородой, глупостями занимались, и кто сегодня его представляет в виде какого-то образа, на которое нужно помолиться, и все пройдет, все будет хорошо. нет? Так не бывает. Потому что управляет вселенной кто? Ну, это и вы знаете. Бог. Он ей управляет. И какой же он? Он тоже бесконечен. Раз он бесконечен, у него нет ни рук, ни ног. Потому что нельзя себе представить чудовище с бесконечно огромными членами на его теле, да? Но зато он живой, и у него есть душа и сердце. И на мой взгляд, они переполнены любовью каждому из тех, кто слушает сегодня мою лекцию. Потому что те, кто не верят в Бога, они сразу отключатся от темы. Почему я говорю о мальчиках? Ну, потому что, во-первых, Бог векам мужчину. Да? Пусть женщина не обижается, но он не женщина создал, он создал мужчину. Потом взял ребро, и получилась женщина. И поэтому я думаю, что да, и поэтому все остальное, что происходит в мире, показывает явно, что среди мужчин, именно среди мужчин находятся 90% самых великих людей в мире. Самых самореализованных, вот так Бог решил, да, и это подтверждается. А те женщины, которые обогнали мужчин, они, ну, во-первых, я их не понимаю. Извините, друзья, пришлось немного поменять дислокацию, потому что было много шума, и собака с талаканкой. Да, ну, так вот, женщин я хорошо не знаю, хотя у меня были очень дружеские отношения всегда, и с женщинами я много работал, и у меня было много партнеров, и они очень способны в бизнесе, но как исполнители. Да, и к тому же, как я уже сказал, Бог создал мужчину, не женщину, а потом он из ребра создал ее. Ну, и вот, по моей философии, женщина может быть счастлива только, если с ней рядом счастлив мужчина. Она может его дополнять, она может сделать из него великого. Да, великого. Потому что, если жена полностью помогает мужу, то можете поверить, что очень скоро он начнет продуцировать нам много эффективнее. Ну, да ладно. Итак, поведение человека мужчина детерминированно. Если 18-21 год он еще никакой, то уже никаким и не будет. Он будет хорошим сыном, будет хорошим, может, человеком, он будет много проводить с мамой дремени, но он для работы, для того, чтобы выполнить, ну, у него такая миссия, его создал Бог. Как я сказал, поведение детерминированное. Ну, вот, почему я так считаю, потому что Ленин со Сталином и Гитлером, они пытались из людей сделать что-то свое, да? Даже закоренелого преступника перевоспитать ударника коммунистического труда. Такая была философия. Я много лет опекал беспризорных людей. И нет сегодня до сих пор бесспорной теории, почему они становятся беспризорными. Ведь я встречал там даже бывших министров. Люди выходят из социальной жизни по каким-то причинам. Это очень сложный вопрос. Я не буду сегодня забирать у вас время. Я просто вам хочу сказать, что у каждого человека если есть, то есть миссия от Бога. И он обогащает Бога своей самореализацией. Я прожил жизнь, у меня говорил трое детей, девять внуков, поскольку я один из беспризорников. Я обожал своих друзей и готов был за них отдать жизнь, которые кстати были тоже из семей неблагополучных. Я видел очень интересные метаморфозы. И опыт тут у меня бесценный. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что поведение взрослого ребенка в большей степени детерминировано и вам надо искать гены своих прапра или свои собственные. Чаще всего все-таки они берут гены папы и мамы. Ну вот например я даже по самому простому. Мой отец курил и я не могу бросить при том, что я веду абсолютно здоровый образ жизни. 6 сигарет в день я выкуриваю, а мой отец курил до конца жизни. Царство небесное. Да, он любил носить в карманах руки и я нашел. Он любил бегать и я бегаю. и мои дети бегают, и внуки бегают, а ваши бегают по 10 километров в день. Чудеса. Это не чудеса. Это называется предопределенное поведение человека. Если вы хороший человек, если вы живете по Божьим заповедям, то я вас уверяю, что скорее всего и ваши дети будут так же жить. Вот я рассказывал пример о том, что рядом со мной жили когда я был следователем ободранным материально, поскольку у нас даже обои 8 лет я не мог никак новые купить и повесить, они у нас болтались. И вместо абажура у нас была огромная зарплата, а я уже был кандидатом наук. Ну вот за мной пустили хвост. Ну и ничего не находили. Там надо было взятку дать в отделе кадров. А я не понимал в этом ничего. Ну и вот они зашли фамилии была Мартыш. Их уже нет, поэтому я называю эту фамилию. Они были вроде такие улыбчивые. Ну музыканты лобали в ресторанах. Ну они рассказали этой женщине о том, что мы купаемся бриллиантом. У моей жены из всех бриллиантов были в детстве подаренные сережки ее отцом с маленькими камушками. Да. Но как результат она написала заключение, что я живу непосредственно. Ну так вот можно конечно воспитанием на какое-то время удерживать ребенка в поведении, которым вы будете гордиться. Он будет хорошо учиться, послушный, опрятный, аккуратный, хороший, тихий парень. Вы согласитесь, что уж очень если шустрый с детства и любит спорить и с вами, и с окружающими, и в школе, и во дворе, вас везде ругают. Но вот что интересно, моя мама, несмотря на то, что я уже с детства выпивал и остался на второй год, хотя я раньше всех из всех отличников защитил диссертацию и единственное, кто закончил без одной четверки юридический институт имени Филикса Идмуновича Держинского с отличием у меня красный диплом раньше говорили лучше иметь синюю морду чем красный диплом вот моя мама видела у меня нечто великое и даже когда она совсем состарилась я ей говорю мама ну что ты говоришь а я всем рассказывала какой я великий и мне она говорила всегда ты такой хороший у меня ты такой хороший такой хороший я ей говорю ну какой я хороший меня ругают на второй год оставили она еле переживает обед не за что оставили просто сводила со мной счеты негодяйка учительница физики потом она стала где-то начальником какого-то образовательного большого учреждения но я не мстительный человек ну да вот так оно было она мне внушило что я способен на большее на что-то большое и в армии я стал себя осознавать как личность девятнадцать лет я уже понимал что я не хочу быть как все я хочу хорошо учиться я хочу иметь престижную работу я захотел быть следователем по важнейшим делам и стал я захотел защитить диссертацию и защитил я захотел стать самым молодым в истории Киевского госуниверситета заместителем проректора где у меня подчинение было восемнадцать член-корреспондентов 16 академика а мне всего было 34 года и я стал ну не говоря уже там о депутатствах это все дерьмо ничего не стоит ну так вот женская натура мне неизвестна она на мой взгляд должна дополнять мужчину если она его перерастает не отдает ему всего все всею себя да и не делает его более великим в конце концов она столкнется с тем что муж у нее превратился в альфонса а она в богатого великого человека по-другому не бывает 90% женщин имеющих деньги несчастны в личной жизни да потому что к ним тянутся не те кто их любит за ну не только красивые глаза ведь у женщин не только красивые глаза у них красивые души красивые лица фигуры они произведения искусства но тянутся к ним такое говно если у них есть деньги и они находят возможность их обмануть и потом столько у них разочарования я все это видел ну да ладно так как матери любят своих детей причем не только человеческие матери а все живые существа более-менее разумные любят свое чадо так не могут любить своих детей мужчины они готовы отдать любую секунду свою жизнь свою кровь они даже пересаживают свои органы ребенку если он болен и вы знаете что я вам скажу это будет для многих из вас женщин открытие когда с моей мамой случился инсульт а мы никогда не были с ней в хороших отношениях ну то есть я помогал ей даже за границу она ездила жила за мои деньги я купил ей квартиру все чтобы она только была счастлива не от этого она была счастлива у нее собака была она ее любила Кольви вот и вязала мне носки хотя я был миллионером она вязала мне носки из собачьей шерсти они кололись но да так вот когда с ней случился инсульт и она потеряла сознание и я приехал и увидел эту ужасную картину я понял как я ее люблю господи она была для меня божеством а ведь я никогда раньше об этом не задумывался вы представляете насколько мы связаны с матерями духовно душевно как угодно считайте и не зря поэтому во многих странах определяют гражданство именно по матери ладно продолжим а то вы отключитесь я сейчас говорю о воспитании человека который еще не женат как воспитывать девочек это вам надо говорить с теми кто этим занимается но для начала давайте определимся кого вы хотите видеть в своем любимце президентом или банкиром или художником или великим музыкантом ну чем-то великим точно хотите но кем расскажите или писателям вы хотите чтобы у него было много власти денег славы что вы хотите обычно люди об этом мечтают деньги слава власть каждый человек взрослый по себе знает что это славка я знаю что такое власть ислама когда я будучи мэром выходил на Крещатик и пока меня не обгадили все жулики и бандиты да то люди со мной здоровались улыбались они приезжали на Крещатик с разных городов Украины все меня знали 99% узнаваемости в Украине и все относились ко мне хорошо я знаю как это сладко сладко сегодня я вам скажу честно ни хрена не стоит ни слава ни власть ни деньги и все это дерьмо вы не поверите я знаю и все равно будете к этому стремиться и мечтать о том чтобы ваш ребенок стал таким о котором вы рассказывали бы своей соседке или знакомым представляете он стал депутатом это я его воспитал на самом деле максимум что вы можете для него сделать это сделать его счастливым человеком счастливым хорошим человеком самореализованным то есть если уж говорить о том что он станет президентом то он должен быть честным президентом не таким как бандит Янукович или Кучма который убивал вместе с летлиным людей не не таким и как Порошенко Слуценко не таким вы хотите видеть его честным да тогда вы можете им гордиться но в постсоветских странах это большая редкость ладно не об этом итак счастливый ребенок это тот ребенок который самореализован то есть он нашел с вашей помощью в себе именно то что он потом последовательно воспроизводил 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 и стал наконец самым своей теме потому что воспитание в жизни человека мальчишки по мнению ученых которым я доверяю я повторяюсь буду повторяться это где-то 20 процентов а его генетическая предположенность может достигать и более 80 процентов ну есть и разные истории да я расскажу вам ведь вам интересны примеры вот вам пример Саша Солдатов мой одноклассник его взяли на воспитание генерал первый заместитель летной академии все эти люди давно умерли поэтому то что я их называю вы ведь не воспринимаете что потому что мне 73 год вот а они были намного старше меня так что они давно почивают на небесах такое горе случилось они взяли пацана из детского дома они были оба заняты им некогда было рожать детей что большая глупость женщины рожайте в этом счастье ну вот и Саша Солдатов был воспитан как лорд мама директор клиники известная на весь Хайков папа генерал в советское время это не то что сейчас раздают каждому жулику по генералу как Севкович например был такой который разгонял кровью с поповым майдан да жулик из жуликов и я рассказывал много раз об этом да но ему дали генерала а он обычный мошенник да так вот было тогда генерал это было много и вот Саша восьмом классе запил вдруг перестал ходить на занятия и мы его находим вытрезвители и с тех пор его родители никогда не видели он не просто стал пьяницей он стал запойным а это болезнь она не лечится она не лечится именно поэтому браки которые раньше родители навязывали своим детям я бы в какой-то мере оправдывал вот честно потому что вам намного виднее с учетом вашего опыта кого именно тащит в вашу семью ваше дитя парень или девочка да раньше эти браки были более успешны потому что папа сказал и все вот и папа не ошибался сегодня в доказательстве того что я говорю наука уже говорит о болезнях о генетической предрасположенности и это огромная ответственность государства что она не заберет все что вела когда-то охранка а потом кгб все же это известно я например о своем отце узнал только в израиле что он был герой и подбил пять танков и бросался на амбразуры а ничего у меня были друзья начальники кгб я спрашивал все время ну принесите мне личное дело я же точно знаю за мной следили потому что я вечно болтал не то и возмущался строем ничего нет а все это есть оно пылится в архивах оно никому не нужно оно нужно в Украине оно нужно чтобы вы знали точно заболеете вы или нет вот например Анжелина Джоли вырезала себе не только грудь но и матку потому что мама у нее болела раком груди и она правильно сделала если ваша мама болеет раком сегодня ни в одной больнице западной вас не станут лечить пока вы не расскажете чем болели ваши родители поэтому спорить со мной о предрасположенности как я называю детерминированном поведении бестолк это не научно это не серьезно ну никак ну вот а что я знаю например о своем деде и бабке я даже не знаю как зовут мою бабушку я знаю как звали моего деда Гавриила которого живьем закапывали землю коммунисты в Сибири и все и в ужасе конечно от того что большую часть жизни я прожил при Ленине и Сталине и всех идиотов которые потом приходили Ленина я читал кстати в первом экземпляре раз пять потому что и в аспирантуре и в институте вот поверьте там куча томов и ничего совершенно умного кроме ругательств в сторону интеллигенции которые Ленин называл и гомном и чем только он их не называл и эти споры бесконечные с каменем и изновьем ну это зачем забыли да проститутками называл их еще очень интересный человек коммунисты навязывали людям идеи о том что мы станем одинаковыми вот все как куколки игрушки одну достанешь вторую третью четвертую ну матрешки и все они одинаковые ну одни большего роста другого другие меньше и сегодня люди считают например что можно многих перевоспитать огромная ошибка это невозможно в том числе когда я занимался бесперезонными людьми я вам рассказывал что я встречал людей удивительной судьбы однажды я пришел замминистра МВД к своим бомжам а я ходил к ним накормили тогда по 2000 человек в день и я ходил к ним каждую субботу и воскресенье так я пытался избавиться от своих грехов и молился за своих детей да там был человек которого он знал как друга второй секретарь обкома томского или омского ну это уровень министра и вот когда он с ним разговаривал и говорил на тебе деньги чего ты сюда пришел а он говорит вот хочешь сделать для меня хорошее не надо мне твоих денег не трогай меня и ушел и больше его никто не видел он ушел у него есть где спать полно подъезда и чердаков а дело в том что он рассказал историю о том что почему вдруг у него переключился мозг он пришел в спортсобрание домой открыл ключом дверь вот а на его жене лежал первый секретарь обкома вот вам и история и у него что-то переключилось в голове а что переключается там ни один ученый не знает даже Эйнштейн не знал вот как я обидел их это разные люди они есть и хорошие и плохие я много историй об этом рассказывал вы можете посмотреть их в ютубе итак кем вы хотите видеть своего сына крупным чиновником президентом политиком бизнесменом ученым а может для вас это не имеет никакого значения и вы хотите вырастить просто хорошего человека это огромный вопрос и мне страшно интересно что вы об этом и я мог бы помочь вам рассказать как сделать из вашего сына президента и второе ну или банкира потому что я это проходил президентом не был но мэр Киева это уровень почти президента потому что голосовало за меня больше чем во многих странах бывшего СССР людей и второе я скажу что если вы располагаете ну если вы хотите все таки воспитывать и отдать часть себя воспитанию своего ребенка вы совершите перед Богом ошибку если вы мужчина ваша задача самореализоваться 90-е годы многие бандиты и политики министры да ну и бизнесмены банкиры вот как я отдавали детей в швейцарские школы ну слава Богу что я не имею такого опыта но в конце концов оттуда выходили кто наркоманы да вот такая судьба у тех у кого есть власти деньги что времени воспитывать нет они боятся дурного влияния или убьют или если он жулик украдут потом деньги потребуют в моем время наркотиков не было а сегодня они есть на любой вкус можно сделаться веселым очень веселым радостным или грустным что хочешь есть а спрыгнуть с них так что проблема не отпускайте своих детей это мой вам большой огромный совет до 18 лет потому что вы вовремя сможете увидеть эту проблему это самая большая проблема которая может ожидать вашего ребенка проверяйте его есть сейчас много разных таких в аптеке штучек да можно мочу проверять раз в неделю не дай бог чтобы ваш ребенок стал наркоман у нас было главный бухгалтер ее тоже давно уже нет в банке хороший сын хороший парень и учился отлично и однажды порезал себе вены лег в ванну и умер единственный сын и она не знала что он давно сидит на игле это большая беда и вот вам единственный совет который дает вам старый умудренный опытом человек не отходите от бога не это не значит что надо ребенка богу учить это ваше дело но я не думаю что это хорошая идея потому что богу надо приходить в сознательном состоянии но не отпускайте его никуда пока он не осознает что наркотики это плохо и что закончатся они только одним он потеряет сам себя и бога потому что для бога важна его самореализация он должен этот дух который руководит всей вселенной он должен поднять его на еще большую высоту ну вот такие дела что еще сказать я даже не знаю много написал а уже устал так что хотите посоветоваться как воспитывать поговорим обязательно посмотрите 10 заповедей еще раз найдите их в своей душе не отпускайте детей никуда ни в какие школы закрытые ни в какие интернаты где их насилуют насилуют я такое видел а если ребенка насиловать постоянно да ну ведь большая часть гомосексуалистов выходит из тюрем его гены становятся женскими вот такие метаморфозы не дай бог ну вот пожалуй все возникает вот я написал еще одна проблема которую я хочу обсуждать с вами в серии своих выступлений если вы говорите о воспитании ваш ребенок слава богу генетически предрасположен к тому чтобы повторить ваш путь если вы хороший человек и порядочный человек но не сами это считаете потому что когда ко мне приходит на работу устраивает человек который бьет себя в руки говорит я хороший я честный я буду предан вам всю жизнь это самый плохой негодяй которого вы встретили бегите от него подальше во-первых клясться нельзя ну разве человек может выполнить клятву особенно перед богом но это сказано в библии не клянись именем моим ну вообще не клянись но кто ты такой чтобы выполнить обещанное вот ты сказал себе если ты куришь завтра не кури или пиво перестаю пить чтобы жена не надоедала да хрен ты перестанешь его пить это непросто непросто и не надо кляс не хочешь пить не пей но только не давай слов и ну что еще больше пожалуй такого ничего кроме только одного не расстраивайтесь если ребенок вам подрастет ну подрастет обычно они в 14-13 лет становятся такими тяжелыми скажет ты меня не воспитывал ты такой ты ся воспитание это еще один вам совет друзья это не те слова которые вы ему говорите это ваше поведение в быту если вы живете с женой душа в душу и ваш ребенок будет жить со своим мужем или женой душа в душу он смотрит на вас он слышит каждое ваше слово где бы вы не закрылись он знает точно уважаете вы свою жену или нет уважает ли она вас ну а то что он будет обижаться будет обижаться это его дело главное чтобы вырос хорошим человеком хорошим для Бога важно и самореализованным ну вот и все я желаю вам счастья если вам понравилось все что я сказал задавайте вопросы молитесь Богу разговаривайте с ним чаще ну вот например да если я лично вот я вам даю совет решаю какую-то проблему но очень важную для себя да у меня есть время на молитву час обычно я это делаю когда плаваю час занимаюсь зарядкой в моем возрасте это надо иначе я откину копытки раньше времени да я начинаю задумываться что я не так сделал Боже подскажи мне как мне с этим человеком родным себя повести правильно перед тобой правильно не перед ним он не оценит и Бог вам подскажет он даст вам мудрость самому он ее просил Давид ее просил у Бога а вы просите просите ну и обязательно позвоните своим родителям они ждут от вас звонка они любят вас а вы будете их любить многие из вас тогда когда их уже не будет не дай вам Бог такое я очень разочарован тем что я дурак был в молодости но мне ничего нельзя было доказать и не поехал на похороны своего отца представляете кого я ужас ну правда это было он за полярным кругом умер а я шел тогда в армию мне надо было идти потому что я спивался с друзьями с бандитами была бы дерьма но я его не знал мы никогда не жили вместе сейчас я сожалею и ищу и ищу и ищу и ищу и найду хоть что-то очень важное что даст мне возможность лучше себя самого понять удачи вам всего хорошего ну что расставаться мне неохота обожаю общение особенно когда звучит слово Творец Бог будьте с Богом здоровы и счастливы пока